Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. И сегодня мой гость – митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимен. Падыка, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Мне бы хотелось поговорить с вами о новом кафедральном соборе, который будет построен на Стрелке. Это будет наша сегодняшняя главная тема нашей беседы. Почему именно это место было выбрано для строительства? Ну, я сразу скажу, что это не новый кафедральный собор. Это Тоновский собор, который был построен и который воссоздается. На прежнем месте просто практически невозможно. Там здание администрации края. И не стоит путем уничтожения и еще раз создавать боль для людей. Кому-то дорого это место. А это место выбрано по благословению святейшего патриарха Кирилла Московского и всей Руси, который был освящен храм Рождества Христова на правом берегу. И поскольку другие места, которые обсуждались и предлагались, точно так же оспаривались, но мы не будем возвращаться, остановились на этом месте. Это благословение для нас Божье. Никто не имеет права патриарши и благословение изменить. Это равноценно и равносильно, как то же самое, что делает, скажем, Рима-католическая церковь. Папа благословил, никто не оспаривает. Насколько нужен вообще Красноярскому краю кафедральный собор? У нас есть много красивых церквей. У нас нет церквей. У нас всего лишь две хороших церкви. Это Троицкий прошлого столетия и Покровский. И маленький храмик-часовник, где святитель воин из Денской Лука служил. Остальные малые часовни, храмы, построенные меценатом, их тоже немного. А так в основном благодаря здравоохранению. Дай Бог здоровья врачам самим за то, что они врачи, но и за то, что позволили в свое время приютить у себя наши общины православные при больницах, которые переросли уже и в гражданской общине. И стоит вопрос о выводе их более-менее канонические храмы, специальные. Так не может продолжаться в таком затворничестве. Тем более большое количество требований в отношении создания храмов в районах города. Они ко мне приходят не каждый день, но довольно часто. При этом инициативы нет со стороны духовенства или моей. Кафедральный собор необходим не только как кафедра городу. Здесь даже может... У нас же есть кафедральный собор. Маленькие покровские после... Но это возрождение покаяния за те страшные времена, которые навлекли осуждение Божье, проклятие Божье, суд Божий и на Красноярск, и на Россию. Здесь много с этим собором связано духовного, мистического, если говорить таким современным языком, в том числе и исторического. И это, наверное, начало истинного покаяния за все разрушения, которые состоялись в нашей стране в начале 20-го столетия и все 20-е стране. В том числе и многострадали на Сибири и Красноярске. Ну, есть разные точки зрения у людей, которые живут в Красноярске, на то, надо ли строить кафедральный собор. Даже не так скажу. То, что строить кафедральный собор, здесь возражений достаточно мало. Вызывает место именно сомнения, понимаете? То есть есть разные мнения. Кто-то аргументирует тем, что нельзя строить на стрелке, потому что с архитектурной точки зрения это не совсем правильно. Кто-то говорит о дороговизне такого проекта, а кто-то считает, что наоборот, как бы это место надо оставить таким, какое оно есть сейчас. В воде Божье, милость Божья, честь Патриарха, это место нам указало. И обычно такие места, которые называются Стрелка, не только в Красноярске, имеют особое духовное значение. Поэтому в каноническом плане это место подходит. Тем более, что оно недалеко от места фундамента бывшего храма Богородицы, Матери Божией, в честь Ее Рождества здесь, в Красноярске. Что бы я сказал? Все прекрасно знают, что проектировалось на этой земле три огромных, сто метровых, может быть больше, здания, которые предназначены для определенных целей. Торговые центры, будем говорить. Вот. И возражений не было. Но самое главное, что все, кто выражает это мнение, люди не церковные и не православные, и мы их не знаем, как даже прихожан. Почему не спрашивают, хотя бы считаясь с нашим правом, верующих людей Красноярска, на право просить, ходатайствовать и строить свои храмы. Странное дело. И там, где, когда есть даже свалки, предлагают, мы же понимаем, что это насмешка над нашей верой, над нашей культурой, страной. Мы иначе не воспринимаем это. И в-третьих, эта земля уже кому-то принадлежала. И вот эти добрые люди именно под храм передали этот участок. То есть это было условие, каких они передают участок города? Конечно. С ними велись немалые переговоры. И люди под храм передали, дай Бог им здоровья. Так что, вот возражать-то возражают, а почему же не говорили, когда эту землю передавали в аренду или как на 49 лет, так принято по закону. Это все было законно сделано, никто не возмущался. Вдруг, когда заговорили о соборе, все начинают виртуально предлагать фантастические свои размышления, рассуждения, к сожалению, не считаясь с чувствами верующих людей, которых ни один, ни два, ни три, которых можно загнать под стол. А все же десятки тысячи красноярцев. Естественно, не 100% все православные. Но вызывает опасение то, что мы потеряем вот нашу набережную как зону отдыха. Там, где можно будет просто проводить время, гулять с детьми. Я не вижу, чтобы сейчас там активно кто-то отдыхал. А когда бы воздвигли торговые центры, конечно, не надо, то было бы ли это вообще место доступно для какого-нибудь морально-нравственного успокоения души. Противоположный пример. Храм Христа Спасителя на правом берегу сейчас является доминантой для именно отдыха, для какого-то культурного отдохновения горожан. И храмы всегда являлись местом культуры, этого нельзя же отрицать, местом воспитания гармонии в душе человека. Этого тоже нельзя отрицать. И храм не такой большой, что все закроет и загородит. Собор будет воссоздан в том первоначальном виде, в котором... Совершенно верно. Так и поставлена задача. Связать разрушенные исторические времена. Еще один вопрос, который я не могу не задать, меркантильный вопрос. А на какие деньги будет построен храм? Я скажу, что все храмы, которые и школы духовные во всех городах и весях Великой Руси, в том числе и Сибири и Дальнего Востока, они строятся на собрании средств среди народного пожертвования, пусть оно небольшое, что будет организовано и в Красноярске. И, конечно, глобальная спонсорская помощь, инвестиции частных лиц наших сегодняшних деловых людей. Государство, оно будет какое-то в копейке? Государство, даже если бы хотело, по закону нельзя, это же преступление. И мы это знаем, и не обращаемся к государству с вопросами о такой помощи. То есть бюджетной копейки не будет ни одной? Ни в коем случае этого никто об этом не говорит, и я не слышал. Как человек, я бы был рад, конечно, государство в свое время разрушало, пусть бы оно и строило, но государство пусть строит детские сады, это очень важно. Школы и привлекает нас в детские сады и школы нести детям в мир нравственность, а религиозность они сами приобретут, если она им необходима. Это очень важно тоже. А собор будет созидаться на спонсорские, мы говорим так, на те инвестиции. И такие переговоры уже ведутся, и люди сами проявляют, в том числе и красноярские, ну как сказать, бизнесмены, правильно их сказать, людей этих, или деловые люди, которые имеют эту возможность. Я слышал, кстати, что и люди другой веры тоже иногда вкладывают свои деньги, помогают. Когда мы живем рядом, мусульмане, иудеи, христиане, буддисты, протестанты, ну, христианская доминация и много, просто нельзя по простой религиозной совести, по вере, не участвовать в создании храма. И по возможности, пусть минимальный вклад всегда вносится, а иногда оптимальный вклад вносится. И это, вот скажем, храм Христа Спасителя на правом берегу. Я не буду называть имена, я не спросил разрешения, и мы благодарны. И если будет строиться, а она, будет строиться соборная мечеть, как слышу по разговорам, непременно и мы внесем свой вклад. Для чего? Да, очень простое понятие человеческой дружбы, уважения и любви верующих людей и мира между друг другом. Поэтому для нас это ценно и драгоценно, такое отношение. Есть какие-то уже даты, когда будет начато строительство? Ну, сейчас одна дата известна, 21 числа, день рождения Божьей Матери, Рождества Пресвятой Царицы Нашей Небесной и будет освящение и закладка краеугольного камня, или, как мы называем, крайнего камня или закладной камень, также еще называют, а затем, конечно, начнутся организационные вопросы и по строительству. Так вот пока такие планы, но все в руках милосердного Господа. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Вам большое спасибо, приглашайте, мы только рады. Сегодня у нас в гостях был митрополит Краснярский и Ачинский Пусть и Лимон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ. Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова